МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Максим Козлов. Для всех, кто заботится о жизни и здоровье своих близких и остается дома, я и мои коллеги расскажем о новостях Ленинского городского округа. Но в начале выпуска коротко об основных событиях. В общественных местах граждане теперь должны соблюдать социальную дистанцию. Разметка есть, и в магазине есть, и для дезинфекции рук тоже есть. Безопасно ли передвигаться на общественном транспорте дезинфекцией автобусов? Несколько общественных организаций объединились, чтобы оказать помощь людям с инвалидностью. Закупаем продукты, формируем наборы и развозим по домам. Региональные власти приняли во внимание опыт других стран ввели ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса. Теперь граждане в общественных местах должны соблюдать социальную дистанцию. В первую очередь это касается магазинов. О том, как соблюдаются новые правила, узнал наш корреспондент Дмитрий Книга. Во время режима самоизоляции открытыми остались только магазины с товарами первой необходимости. В продовольственных супермаркетах и аптеках для профилактики борьбы с коронавирусной инфекцией ввели специальные меры. Проводим дезинфекцию. В 14.00 закрывается магазин на полчаса. Протираем также ручки, касты, двери, всю поверхность магазина. В некоторых магазинах между кассиром, продавцом и покупателями установили пластиковые экраны, чтобы сократить вероятность передачи инфекции воздушно-капельным путем. Также работников всех магазинов обязали нанести напольную разметку для соблюдения социальной дистанции в полтора метра. Кассиры работают в масках, очках и латексных перчатках. Все работники зала, кроме ношения средств индивидуальной защиты, обрабатывают руки антисептическим составом. В зоне готовой продукции все товары уже фасованы. О мерах предосторожности покупателям напоминают по громкой связи. Меры, которые приняты в магазине, они очень важны в наше время, в такое нелегкое. Разметка есть. Я также подошла в аптеку. Разметка есть и в магазине есть. И для дезинфекции рук тоже есть. Так что огромное спасибо магазину. Девушки давно постоянно в перчатках. Все перчатка, все в масках. Но это было даже до карантина, тут все всегда соблюдалось. Поэтому я сюда постоянно хожу, постоянный клиент. Напоминаем, что согласно рекомендациям, магазины нежелательно посещать в часы пик и без крайней необходимости. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Евгений Садовский, Ольга Садовская, Видное ТВ. В Ленинском городском округе произошел пожар на складе, расположенном между деревнями Дрожжино и Боброво. Его заснял один из очевидцев на смартфон. Чрезвычайное происшествие нам прокомментировал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Иван Кузьминов. 31 марта 2020 года в 6 часов 28 минут на пульт диспетчера 28 пожароспасательной части поступило сообщение о пожаре по адресу Московской области, Ленинский городской округ, деревня Боброво, Дома Владимир, номер 49. Через 17 минут пожароспасательные подразделения прибыли к месту пожара. Ими было установлено, что происходит горение трех автомобилей и деревянных поддонов на площади 400 метров квадратных. Тушение пожара происходило по повышенному рангу 1 биц, на тушение было задействовано 6 единиц техники и 27 человек личного состава. В результате пожара огнем уничтожены 3 грузовых автомобиля, сгорели поддоны на площади 500 метров квадратных. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту происшедшего пожара. Причины устанавливаются. Также Иван Кузьминов сообщил, что с 30 марта 2020 года на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров, мангалов, сжигание травы. За данное нарушение предусмотрена административно ответственность в соответствии с статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафных санкций. А в случае, если нарушения требований пожарной безопасности повлекли по несторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или гибель, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с статьей 219 Уголовного кодекса Российской Федерации. В средствах массовой информации опубликована памятка по организации сбора твердых коммунальных отходов для лиц, находящихся в режиме самоизоляции. Данные правила распространяются только на граждан от 65 лет и старше, которым поступил соответствующий телефонный звонок о необходимости самоизоляции из Управления социальной защиты населения. Правила следующие. Запрещено контактировать с лицом, ответственным за вывоз твердых коммунальных отходов. Свести к минимуму личный контакт с пакетом отходов, предназначенным для транспортировки. По телефону проинформировать свою управляющую компанию о необходимости забора твердых коммунальных отходов от квартиры или дома. Поместить накопленные твердые коммунальные отходы в двойные прочные мусорные пакеты и плотно их закрыть. Только после согласования по телефону времени вывоза разместить пакет с твердыми коммунальными отходами за пределами квартиры или дома. Для остальных граждан действует обычный порядок сбора и транспортировки отходов. Чтобы противостоять распространению коронавирусной инфекции, граждан призывают к самоизоляции. Однако те немногие, кому сейчас нужно выходить из дома, к примеру, на работу, интересуются, безопасно ли передвигаться на общественном транспорте. За дезинфекцией автобусов, которые обслуживает компания «Дом Трансавто», наблюдала наша съемочная группа. Компания «Дом Трансавто» начала обслуживание шести маршрутов, связывающих Ленинский городской округ с Москвой в январе 2019 года. Сейчас перевозчик внимательно следит за санитарной обработкой общественного транспорта. Когда автобус приезжает в парк, его отправляют на мойку. Здесь транспортные средства чистят снаружи. После чего команда в специальных защитных костюмах начинает тщательную обработку салона специальным дезинфицирующим средством – пол, поручни и подлокотники. У нас обрабатывается средством аламинол. Пока оно у нас есть. Будет другое, значит, другое какое-нибудь приобретем. Средств, в принципе, достаточно много. У нас пока такое. Действие аламинола направлено на оказание противомикробного эффекта и борьбу с условно-патогенными агентами, в том числе вирусами. Антисептик быстро выветривается, а также не вызывает аллергической реакции. На этом борьба с COVID-19 не заканчивается. Во время смены водители компании «Дом Трансавта» минимум дважды самостоятельно обрабатывают салон автобуса антисептическими средствами. Однако они стараются делать это как можно чаще. Бывает, что на конечке отстой бывает. Один раз, два раза там обрабатываем. И утром, вечером. В настоящее время на перевозчике лежит большая ответственность. Хотя многим сейчас лучше оставаться дома, общественный транспорт продолжает работу. А компания «Дом Трансавта» принимает все необходимые меры для предотвращения распространения инфекции. Александра Столярова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Сразу несколько общественных организаций объединились, чтобы в это непростое время оказать помощь тем, кому она особенно необходима – людям с инвалидностью. На один из адресов с волонтерами отправилась и наша съемочная группа. Кабинет, где находится общественная палата Ленинского городского округа, на время превратился в пункт сортировки. Именно сюда доставляют продукты и товары первой необходимости, которые предназначены для инвалидов. Множество семей с инвалидами получат в эти дни продуктовые наборы от губернатора Подмосковья. Но подготовили свою помощь тем, кому она особо нужна, и общественные организации округа. Мы объединились. Ассоциация многоквартирных домов, торгово-промышленная палата, общество инвалидов. И мы вот по мере возможностей закупаем продукты, формируем наборы и развозим по домам. В семье Василенковых живут два инвалида. И в обычные дни они не отказываются от помощи. А во время карантина визит гостей с подарками особенно приятен. То, что мы получаем по линии ФСС, не всегда хватает. Если не хватает, приходится докупать. Поэтому такая помощь, она очень даже важна. Ну и сейчас, скажем так, особое время, наверное, и на улицу выходить лишний раз. Не ходим. Мы сидим, как в окопе, в осаде. Помимо наборов с продуктами и предметами первой необходимости, волонтеры из общественных организаций развозят и лекарства. Согласно адресного списка, кто нуждается в этом, каждый получит такую коробку с медикаментами. Это то, что, в первую очередь, необходимо. Там и маски будут, и какие-то самые необходимые лекарства, средства дезинфекции. Подобную помощь всего получат более 50 человек. Но организаторы отмечают, что это только начало акции. И они готовы и далее оказывать помощь всем, кому она необходима. Максим Козлов, Константин Брылов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Погода продолжает подкидывать поводы оставаться дома и тем самым сберечь жизнь и здоровье родных и близких. Это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова